Вчера глава ДНР встретился с журналистами республиканских и региональных СМИ. Свои видео-вопросы прислали представители зарубежных информационных агентств и телеканалов. Фрагмент большого интервью Дениса Пушилина, а встреча продолжалась больше двух часов, мы даем сегодня в нескольких сюжетах. И начнем с политики. Ровно три года назад, 11 ноября 2018 года, в республике прошли выборы главы ДНР. По результатам голосования Денис Пушилин набрал 61% голосов. Какими были для руководителя молодого государства эти три года правления? В большом интервью глава ДНР ответил и на этот вопрос. Сложные для республики, сложные для каждой семьи, сложные были и для меня. Из этих трех лет больше половины пришлось как раз на ковид. А это внесло дополнительные, наверное, сложности, трудности, помимо экономических, политических, которые у нас были и остаются. Похищение наблюдателя СЦКК, обстрелы, нередко заканчивающиеся жертвами мирных граждан, применение боевых беспилотников-байрактаров, захват украинскими силовиками Старомарьевки. Все эти действия Украины Денис Пушилин назвал террором. Вероломный захват. Здесь мы видим ноль реакции и какая-то излишняя пассивность, которая раздражает даже в какой-то степени со стороны стран-гарантов и самого БСЕ, которых самих туда не пускают. У БСЕ постояли, не смогли заехать и уехали. Вы точно наблюдатели? А где ваша реакция? Где осуждение? Где четкие сигналы, то есть свои страны, от каких стран они находятся? Ну, Франция, Германия, где реакция? Еще один, как отметил глава ДНР, вопиющий случай – попытки Украины взорвать нефтехранилище в Кировском районе Донецка. По сути, определенные цели достигали, потому что не все беспилотники, которые пытались проникнуть на территорию республики, не все они сбивались. Почему? Потому что они где-то кустарного производства, что наоборот усложняет работу для наших систем ПВО. Почему? Потому что не всегда понятны технические характеристики. И в итоге мы видели, что в первый раз, когда они пытались взорвать, и когда пожар все же возник, но цистерна была полная, то есть не было паров, и не произошло детонации взрыва. То есть и наши пожарные, то есть это им большая благодарность, они рискуя своей жизнью, но они успели потушить пламя, и ситуация обошлась. То есть это целенаправленная такая попытка создать в какой-то степени даже техногенную катастрофу, потому что если начни взрываться цистерны на нефтебазе, посредствия трудно представить. Но Украина идет на эти шаги. Использование турецких байрактаров Украина даже не пытается скрывать. Нарушение минских договоренностей нашему, мягко говоря, недружественному соседу сходит с рук. Слава Богу, никто не погиб. И урон там достаточно небольшой. И мы долго проводили разбирательство, потому что это было похоже на некие артиллерийские составляющие. Не буду давать здесь подробности, но даже у нас не было уверенности, что они могли бы это приступить. Это как бы очень серьезный шаг, но что мы видим дальше? Министр иностранных дел, сам Зеленский, берут, признаются в этом. На Минской площадке они письменно подтверждают, что да, мы использовали байрактар. Ребят, а где Франция, где Германия? Вы что творите? Ну это же нарушение. Денис Пушилин сравнил методы украинских силовиков с действиями террористической организации ИГИЛ. И одни, и другие стремятся посеять панику и страх. Это как раз вот те методы и те цели, которые ставят перед собой откровенные террористы. И вот те, которые еще не являются пока что признанным государственным террористом, а для нас все очевидно. Это я говорю про Украину, про нынешнее руководство Украины. Так вот, вот это, наверное, самое страшное. Какие цели они преследуют и чего они хотят добиться? Про Украину для нас, ну, все очевидно уже. Призывы Донбасса к миру, попытки властей двух народных республик наладить диалог с президентом Украины, какие бы то ни было компромиссные предложения, остаются без ответа. Все те шаги, все те действия, которые совершает сейчас Киев, особенности на линии соприкосновения, особенности в отношении прифронтовых территорий, говорят о том, что нам нужно готовиться, готовиться и готовиться. Более того, у нас же есть прекрасная информация. То есть, ну, работает наша разведка. И мы прекрасно осознаем, для чего мы проводим сейчас учения, для чего мы проводим сейчас слаживание между всеми нашими ведомствами, включая МЧС, Минздрав и прочее. Потому что, если мы немного расслабимся, если немного мы создадим видимость, что мы верим, что Украина там не будет наступать, они будут наступать. Они в хорватском сценарии, они всегда мечтали, они бы там открыто говорят, что готовы были бы повторить. Вот наша задача этого не допустить. От слова никогда. И ни при каких обстоятельствах.